Приветствую вас на моем канале. Я решил отдельным видео сделать описание функций программы FlatCam. Это программа из определенных типов файлов, в данном случае из Gerber файла, который формирует протеус для печатной платы. Она формирует G-Code, то есть команда, по которым наш ЧПУ-станок будет фрезеровать плату. Частично я уже рассматривал в то время, когда осваивал лазерный гравер, который покупал также на Алиэкспресс, но он у меня уже давно без дела, стоит в шкафу, пока особо с ним ничего не делал. И вот теперь та же самая программа для работы с ЧПУ-станком, который уже механически производит обработку изделий по заданной траектории. И решил в отдельное видео вынести функции этой программы. Давайте рассмотрим. Выбираем файл, открыть Gerber или открыть Exilum Format. Это сверление отверстий. Как создать эти файлы из протеуса, я буду показывать в другом видео, где будет весь процесс изготовления печатной платы, надеюсь. Начинаю от протеуса и кончаю уже готовой платой. Поэтому теперь просто мы выбираем Open Gerber, находим наш файл, вот он, верхний слой, GBR, нажимаем открыть. Вот мы видим нашу печатную плату. И также выбираем файл открыть Exilum. Это файл с расширением DRL, сверление. Готово. Итак, функции программы Flatcam. Мы выбираем какой-то файл, который хотим. Ну, начнем, допустим, с файла самой печатной платы, дорожки, выбираем ее. Затем переходим во вкладку Selected, то, что мы сейчас выбрали. И здесь настройки для нее, что мы с ней хотим сделать. На основании чего будем формировать G-Code. Чтобы не мешало, давайте удалим файл сверловки пока что, чтобы он не отображался здесь. Выбираем, переходим сюда. И здесь несколько полей. Первое. Это основное формирует маршрут для фрезы по контуру наших объектов. Выбираем диаметр инструмента, диаметр фрезы. Пусть будет 0,1 мм. Здесь количество проходов. То есть, если мы поставим 1 и нажимаем Generate, то увидим вот одна красная линия. Это один проход фрезы по контуру наших объектов. Но тогда промежуток между полями меди будет очень маленький. В данном случае вот 0,1 мм по диаметру фрезы. Поэтому выбираем большее количество проходов. Допустим, 4. И третье поле. Это коэффициент перекрытия. То есть, насколько следующий проход фрезы пересекается с предыдущим. Выбирается где-то от 0,2 до 0,5. То есть, от 20 до 50%. Чтобы гарантированно между проходами фрезы не оставалось кусочков меди. Ну, я убираю 0,3. Нажимаем Generate. И получаем вот такой рисунок. То есть, видимо, у нас 4 прохода. Раз, два, три, четыре. И на расстоянии друг от друга. То есть, вот такой ширины участок меди у нас будет вырезан станком. Только я не понял, почему он край платы тоже оставил как медь. Ну, ладно, не будем на этом застрять внимание. Переходим в Project. Вот то, что мы здесь сделали. Эти файлы создавали здесь. То есть, это будет файл для одного прохода. Одна линия фрезы. Это файл для четырех проходов. Давайте мы их удалим, чтобы они не мешали. Опять выбираем этот файл. И переходим дальше. Вырезание платы. Выбираем диаметр фрезы. Выбираем расстояние от границы платы. Ну, к примеру, пусть это будет 1 мм. И выбираем расстояние между вырезами. Сейчас покажу, что это значит. Давайте возьмем, ну, к примеру, 1. И далее выбор. Давайте сначала поставим вот так вот 2. И нажимаем Generate. Что мы видим? Что на расстоянии 1 мм от платы у нас формируется вот такой вот проход. Вот мы видим движение фрезы. И здесь 1 мм промежуток между ними. То есть, мы изготовили плату, удалили медь, просверлили отверстие. И затем нам нужно эту плату вырезать из большого куска стеклотекстолита. Для этого загружаем вот этот G-код. И фреза вот таким образом вырезает нашу плату, чтобы ее потом можно было вытащить из стеклотекстолита. Вот эти промежутки нужны, чтобы плата сразу не вываливалась. Здесь что это такое? Два зазора Top, Bottom, сверху и снизу. Вот они, сверху, снизу. Два зазора Left, Right, слева и справа. И 4 зазора, это по всем четырем сторонам. Давайте вот это мы удаляем, выбираем и 4 зазора генерируем. Вот мы получили 4 зазора со всех сторон платы. На них она и будет держаться, пока мы их не выломаем. Удаляем эту картинку. Идем дальше. Следующий инструмент это без меди. Non-Copy Regents. Указываем границу до наших дорожек печатной платы. Ну допустим, 1 мм пусть будет. Скругленные края или нет? Давайте нет. И нажимаем генерировать геометрию. Вот здесь он нарисовал вот такой прямоугольник снаружи нашей печатной платы. Переходим в Project. Выбираем этот файл. Выбираем Selected. И теперь формируем G-Code. Кстати, не сказал. Non-Copy это то есть мы хотим, чтобы все, что у нас не медное, чтобы удалилось. Чтобы полностью медь с других участков платы была удалена. В предыдущем варианте я показывал, что только вокруг печатных дорожек у нас вырезается медь. На всем остальном объеме печатной платы она остается. Здесь же она полностью вырезается. Сейчас покажу как. Настройки вырезания стандартные. Мы к ним попозже еще вернемся. Они одинаковы для всех этих операций. Сейчас меня интересует именно вот Paint Area. Выбираем диаметр инструмента. Допустим 0,2. Перекрытие между следующим ходом фрезы и предыдущим. И расстояние до нашей печатной платы, до дорожек. Допустим 1 мм. Выбираем Generate. И теперь нам нужно щелкнуть на то поле, где мы хотим произвести эту операцию. Допустим вот здесь вот хотим удалить всю медь. Щелкаю сюда. И вот неудачный вариант. Слишком маленькое расстояние до вот этого слоя. Поэтому давайте удаляю то, что получилось. И еще разок делаем. Но расстояние пусть будет 0,2 мм. Generate. И выбираю внутри. И вот создана геометрия. То есть фреза, все вот это, всю медь вокруг, она ее удалит. Это займет довольно много времени, но вся медь будет удалена. Удаляем то, что получили. Опять выбираем этот. Далее. Bounding Box. Интересная штука. В чем смысл? В том, что мы нашу печатную плату ложим на какую-то прокладку. К примеру, это деревянная дощечка. И эта команда вырезает в этой доске площадку под укладку нашей печатной платы. Зачем это нужно? Чтобы поверхность печатной платы была строго горизонтальна. То есть фреза уже вот ровно в одной плоскости прорезает в доске или в пластике площадку, которая уже будет строго параллельно фрезе, грубо говоря. Выбираем один. Получили файл. Заходим сюда. Настройки. Generate. И указываем внутри. Смотрим. Вот, да. Видим, что фреза проходит везде без исключений. То есть в подложке будет вырезана фигура именно под нашу печатную плату. целиком. Далее, что осталось? Это мы удаляем. Здесь смотрим. Все. Масштаб. Если нужно вам увеличить, допустим, это не печатная плата, а какая-то фигурка и прочее, то хотим увеличить в два раза. Выбираем два. И нажимаем масштаб. И эта фигура будет увеличена в два раза. Или уменьшена и так далее. И сдвиг по оси Х, по оси Игрек. Давайте, допустим, три, пять, сдвиг. И она будет смещена относительно начала координат. Итак, вот печатная плата. И давайте создаем вот по первому варианту наиболее распространенный и быстрый четыре прохода, 0,3. Здесь ставим галочку Combine Passes. Иначе, когда мы нажимаем на кнопку, вот мы получили четыре прохода фрезы, но здесь также будет создан четыре маршрута. По каждому из них нужно будет создавать G-код и каждый по отдельности потом загружать в наш гравер, что не очень удобно. Поэтому удаляем. И здесь мы ставим галочку Combine Passes. Тогда при нажатии на кнопку мы получим тот же самый результат, но здесь будет только один файл, один G-код, который за один раз фреза нам и прорежет. Прорезала первый слой, перешла на второй, третий, четвертый и так далее. Вот. Давайте все-таки вернем наш масштаб, а то так слишком крупно. Те же настройки. Generate. Получили. Далее выходим сюда. Выбираем файл, который мы сейчас получили. Переходим в Selected. И здесь указываем параметры для работы ЧПУ. Глубина вырезания. То есть насколько фреза будет углубляться в материал. Пишем минус. Толщина фольги медной на стекло-текстолите. Видите, обычно там 35-40 что ли микрометров. Поэтому 0,05-01 мм где-то. Ну, убираем минус 0,05 в идеале. Travel Z. Это расстояние над платой, на котором перемещается фреза с одного участка на другой. То есть она вырезала, допустим, первый слой, поднялась на 1 мм над платой, перенеслась в начальную точку, опустилась и начала вырезать второй слой. Здесь 1-2 мм. Ну, если поверхность ровная, то пусть будет 1. Feed Rate – это скорость подачи. То есть скорость вырезания материала. Измеряется в миллиметрах в минуту. Единицы измерения у вас указаны вот здесь вот внизу программы. И также необходимо настроить. В Options выбираем миллиметры. Не дюймы, а миллиметры. Зависит от плотности материала, от качества вашей фрезы и прочее, прочее. Поэтому если вы не торопитесь, то лучше поставить значение поменьше. Ну, к примеру, 100 будет оптимально, на мой взгляд. Ну, там посмотрим диаметр инструмента фрезы и скорость вращения шпинделя мотора в оборотах в минуту. Таким образом, произвели настройку. Нажимаем Generate. Видим, изменился цвет. Это у нас траектория движения нашей фрезы. Переходим в Project. Видим здесь файл. Выбираем его. Заходим сюда и сохраняем уже его как G-Code. При необходимости можем ввести дополнительные команды G-Code в начале и в конце выполнения программы. Нажимаем Export G-Code и указываем имя. Русские буквы не пробовал. Лучше всегда писать английский или цифры. Пример. И обязательно указываем расширение файла. Потому что здесь по умолчанию оно указано не будет и программа управления станком его не распознает. Поэтому пишем точка. И, к примеру, NC. Расширение. Это наш G-Code. Сохранить. Готово. В этой папке теперь готовый G-Code, который мы можем открыть в программе управления. И, следуя этой программе, фреза удалит нам дорожки с печатной платы, просверлит отверстие и вырежет саму печатную плату из стеклотекстолита. Кстати, насчет отверстий. Я забыл про них. Давайте вернемся. Выбираем файл. Открыть Excel. И указываем расширение DRL. Вот они наши два отверстия. Я могу также открыть гербер, чтобы было видно, что они именно в тех местах, где нужны. Выбираем. Переходим в Selected. Что у нас здесь? Если отверстие несколько разных диаметров, то у вас здесь будет список из диаметров этих отверстий. У меня одно. И, в принципе, оно значения не имеет. В домашних условиях, какой инструмент поставите, какое сверло или какую фрезу, таким оно и будет. Те же самые настройки. Насколько в глубину уходит сверло или фреза. Сверлим сквозное отверстие, поэтому, к примеру, 2 мм. Но учитывайте, что тогда необходимо под печатную плату подкладывать какое-то основание. Не алюминиевый столик, который по умолчанию стоит на станке, а деревяшку или пластик или что-нибудь еще. Высота над печатной платой, когда она перемещается к другому отверстию. Скорость подачи, то есть скорость сверления, это именно движение по оси Z. Опять же, в миллиметрах в минуту. Здесь указываем поменьше, в зависимости от плотности материала. Ну, к примеру, не знаю, 30, 100, что-нибудь такое. Экспериментируйте, потом будете знать. Если несколько диаметров, то предусмотрена операция смены инструмента. Я не знаю, не пробовал. Ее можно включить. И на какой высоте над осью Z, то есть на сколько шпиндель должен подняться, чтобы вы сменили инструмент. И скорость вращения шпинделя. Вот и все. Нажимаем Generate. И видим вот такой вот рисунок. Движение фрезы из начальной точки к первому отверстию и ко второму отверстию. Переходим сюда. Вот мы получили файл для сверловки. Selected. Диаметр, не знаю, имеет он значение тут или не имеет. Ну, пусть будет 0.1 Update. Не имеет значения, я думаю. Выбираем Export G-Code. Также сохраняем Drill.nc. Готово. Получили G-Code для сверловки. Давайте мы его откроем. Где он? Drill. Открываем с помощью блокнота. И вот такой очень маленький файл с командами, которые сдают скорость вращения шпинделя, там высоту и прочее, прочее. И вот всего несколько координат, где и размещены отверстия в печатной плате. Если мы откроем G-Code для самой печатной платы, то здесь все будет гораздо сложнее. Множество полигонов, поэтому файл очень большой. Ну вот, пожалуй, все. Основы работы с программой FlatCan, которые позволяют из Gerber файла получить готовый G-Code для изготовления печатной платы на ЧПУ-станке, ну, либо для лазерного гравера. Там разницы особой нет. Продолжение следует...